Добро пожаловать на лекцию про кастом валидатор с параметром. Мы научились делать свои валидаторы, например, валидатор письма, но сейчас я хочу вас научить, как сделать валидатор, который принимает параметры. И это очень важно, это дает ему универсальность и мы сможем с помощью параметра передавать очень важную информацию. Например, минимальная длина, видите, у него есть параметр, паттерн, у него есть параметр. Я хочу сейчас сделать свой валидатор список запрещенных имен. И я хочу свой валидатор вызывать несколько раз, каждый раз с другим параметром. Начнем с простого варианта без параметра, потом мы в скобочках будем давать параметры запрещенных имен. Это мне даст универсальность и потом я смогу это использовать в разных целях один и тот же валидатор, он не будет hardcoded. Так, давайте напишем сначала простой валидатор запрещенных имен, а потом улучшим его с параметром. В принципе, это то же самое, что мы делали на предыдущей лекции с email-адресом. Мы можем скопировать эту подпись функции, что она возвращает, что она принимает, только поменять ей имя. И я вам напоминаю, что мы с валидатора required своровали, скопировали его подпись, что он принимает и что он возвращает. Прекрасно, и у нас есть уже готовое хорошее начало, только ошибка из-за того, что мы ничего не возвращаем, а функция требует, чтобы мы что-то вернули. И давайте начнем прописывать нашу логику. Какая наша логика запрещенных имен? Мы сначала сделаем регулярное выражение и проверим имя Bob там находится или нет. Я для примера начинаю с запрещенного имени Bob. И это я делаю с помощью регулярного выражения. Есть такой объект regExpression и я ему передаю паттерн, что запрещено. Запрещено имя Bob, а слэше это потом параметры. У него есть разные параметры. А это кажется ignoreCases, типа игнорируй большие маленькие буквы. Если вы хотите почитать больше про regularExpression, в гугле есть очень много про regularExpression. И я проверяю, есть ли значение, которое пришло ко мне из контроллера. А что за контрол? Какой это контрол? Это к чему я подсоединен. Давайте сделаем вспомогательную переменную результат. И будем возвращать null. Если результат true, то есть имя существует. А, то есть наоборот. Давайте сделаем вспомогательную переменную результат. Если найдено имя Bob, то мы вернем объект, в котором свойства forbidden name. Я могу написать любое имя и еще любая добавочная информация. Например, то, что пользователь нам вбил. Что пришло с контроллера. Что я вынесу это в отдельную переменную, чтобы было легко дебаггить и искать ошибки. И у меня здесь есть ошибка, и мы ее сейчас будем вместе искать с помощью дебаггера. Я специально вам хочу показать, как работать с дебаггером и как искать ошибки. А если нету имени Bob, то мы возвращаем null. Так, все выглядит хорошо. И мы идем проверять это. Только я хочу еще добавить в наш список ошибок еще нашу новую кастомную личную ошибку, что имя запрещено. Заметьте, что мои ошибки добавляются в общий список всех ошибок. И валидатор Angular работает на мои личные функции. Я добавляю свои кастомные функции для валидации. И мне не надо вручную заниматься валидацией. Помните, до того как мы умели делать сами валидацию, нам надо было, например, в форме проверять, что поставлена галочка или не поставлена. Сейчас мы можем поставить все как часть валидации и проверять валидна ли форма или нет. Так, давайте напишем Bob и посмотрим, что происходит. О, валидатор не сработал. Ошибки нету, а валидатор не сработал. Что делать? Мы ставим дебаггер. Заметьте, мы можем поставить дебаггер даже внутри валидатора и даже внутри сабскрайба и коллбек функций и observable и внутри любой вещи можем поставить дебаггер, кроме html. И я начинаю проверять. И у меня здесь ничего еще нету, поэтому это неинтересно. Меня интересует, когда будет написано имя Bob, что произойдет. То, что сейчас оно работает, это неинтересно, потому что проблема, когда у нас есть имя Bob. Он после каждой буквы делает валидацию. О, сейчас у нас Bob. Давайте посмотрим, что UserInput действительно Bob. И результат false. Он должен был найти Bob, а он его не нашел. Заметьте, мы в середине валидатора. И мы в середине валидатора можем пойти в консуль и начинать сами проверять, чего происходит и запускать свои команды в середине дебаггера, в середине функций. Я вижу, что да, действительно false. А что будет, если я напишу здесь Bob? Так, тоже будет false. А что будет, если я напишу там Bob с большой буквы? А что будет, если я напишу Bob без кавычек? Самое главное мне вам показать, что можно дебаггером остановиться и перейти в консольное окно и начинать все тестить. И правильный ответ, что RegularExpression пишется без кавычек. Так, я не хочу каждую букву отдельно останавливаться, поэтому я пишу Bob махом, копипейстом. И сейчас у меня должен появиться Bob внутри UserInput. Да, Control.value. Все потрясающе. И результат true. Мы молодцы, мы нашли в чем проблема. Самое главное, вас научил ставить дебаггер, идти в консольное окно в середине функций и начинать там делать эксперименты. Вы как будто бы заморозили систему в середине работы и начинаете в ней копаться. Все у нас работает. И наш валидатор на запретное имя Bob сработал. Все потрясающе. Но меня не подходит, что для каждого имени мне надо будет создавать свой валидатор. Я хочу его сделать универсальным и в скобках ему передавать запрещенное имя, чтобы у нас был валидатор универсальный. Давайте сейчас сделаем еще пример с именем John, чтобы наш валидатор можно было повесить на любой компонент, на любой FormControl и передавать ему любое запретное имя. Мы его делаем универсальным. Заметьте, что эти функции возвращают. Они возвращают validation function. То есть я не могу здесь изменить подпись, потому что мне надо, чтобы вернулась validation function. Что здесь происходит? Здесь валидатор требует, чтобы к нему вернулся validation function. Но он во время инициализации первый раз запускает меня с моими параметрами. То есть у меня есть первый запуск, а есть последующие запуски. Первый запуск происходит одноразово во время инициализации компонента, а повторные запуски происходят во время использования компонента и валидации. Поэтому я делаю так. Я для первого запуска делаю, например, переменную name regular expression, которую мы хардкодили. Сделаем ее теперь как параметр. Моя функция должна возвращать не validation errors, как это было до сих пор, а validation function. Еще раз, давайте я вам покажу. Здесь очень тонкая такая. Заметьте, в массиве должно быть validation function. То есть он запускает мою функцию и она должна ему вернуть validation function. А что такое validation function? Это как раз то, что принимает control и возвращает validation errors. Это как раз то, что мы делали до сих пор. Поэтому при первом запуске я приму свои параметры и верну ему ту функцию, которая работала до сих пор. То есть я ему возвращаю обратно после первого запуска функцию. Заметьте, мы первый раз видим, что можно вернуть функцию. Продолжение следует... Продолжение следует...